В день памяти перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мирликийских в Баре и 20-летие вознаграждения Крачевского Никола Одрина женского монастыря митрополит Брянский Исевский Александр в сослужении духовенства епархии совершил божественную литургию в древней обители, основанной в конце XIII – начале XIV веков. В монастырь, дорогой и любимый сердцу многих, с раннего утра стекали сотни паломников из Карачева, Брянска и других городов на соборную молитву. Люди спешили поклониться одной из монастырских святынь, старинной иконе, написанной в 1814 году, с частицей мощей угодника Божия, одного из особо почитаемых в русском народе святых, святителя Николая Чудотворца, и испросить его помощи и покровительства. Прошу, чтобы здоровье дал, силы, а остальное само придет. Пока, чтобы было здоровиться. Здоровье не важно, вот надо здоровье, чтобы Николай угодник послал. Привело меня сюда, конечно, в 2009 году такой случай. Был я в баре, в баре, да, и вроде бы как вот в видении, как он, да, призвал меня Николай Чудотворец вот сюда приехать. Я никогда до этого не был, до 2009 года. Призвал, и вот с этого момента практически началось возрождение этого храма, большого храма. Совещание, все такое, и с Божьей помощью вот делаем дело свое, помогаем. У меня особенное отношение к святителю Николаю, потому что у меня сегодня день рождения. Это мой небесный покровитель. Я была в баре, где покоятся его мощи. И поэтому вот этот монастырь, это монастырь моей души, святителя Николая. Праздничное богослужение при большом стечении паломников с детьми совершалось на территории обители под открытым небом. Святителя Николая мы любим с детских лет. Каждый может вспомнить, как его бабушка или мама маленького младенчика подносила к иконе святителя Николая и просила его, чтобы он на протяжении всей жизни этого маленького человечка, который сидит на руках у мамы, хранил бы его, ограждал его, спасал его от всяких бед. К 20-летнему юбилею возвращения церкви Никола Одрина монастыря владык Александр вручил архиерейские грамоты руководителям строительных фирм, благодетелям, помогающим в восстановлении обители. А заместитель губернатора Брянской области Ирина Кузьмина вручила игуменематушке Марьям почетную грамоту от главы региона в благодарность за ее труды по возрождению монастыря.